Ещё есть вопросы? Я ещё раз спрашиваю, ещё есть вопросы? Что я вам должен говорить? Что я говорю? Вот так и начинаете вы, а то мы не боролись, мы играли в футбол. Всем привет! Так уж сложилось, что футбольная эйфория обошла меня стороной. Не стал исключением и чемпионат мира по футболу. Однако, окунуться в пучину фанатских страстей мне довелось, когда я оказался среди болельщиков на трансляции матча «Россия-Хорватия». Поняв, что просмотры неизбежным, я решил смотреть то же самое, что и все, однако совершенно по другим углом, как я люблю, оценивая особенности поведения всех людей, которые находились во время матча на поле. И момент с реакцией тренера сборной России Станиславом Черчесовым, когда он реагирует на вопросы журналиста, показался мне очень интересным. Поэтому сегодня я хотел бы подробнее разобрать этот момент и сравнить эту ситуацию с теми, которые происходят с нами в жизни. Меня зовут Сергей Бубович, вы находитесь на канале Метал ТВ и сегодня мы поговорим об агрессии и о том, как с ней взаимодействовать. Приходилось ли вам сталкиваться с агрессией со стороны собеседника? Думаю, что многим из вас да. И ощущение от этого не самое приятное, даже при условии, что причины негатива были не вы. Чтобы выходить из подобных ситуаций к победителям, важно уметь правильно распознавать эмоции собеседника. Чтобы научиться этому и открыть для себя больше возможностей в коммуникациях, поможет курс «Эмоциональный интеллект» на платформе Викиум. Он будет полезен всем, кто хочет прокачать свои скиллы, читать человека как открытую книгу, распознавать признаки обмана и контролировать свои эмоции. Регистрация на курс уже открыта, доступ к ней по ссылке в описании. Успехов! Давайте рассмотрим реакцию Черчесова на вопрос журналиста о недовольстве командой. Больше сегодня, чем обычно, были недовольны действиями команды. Вот мы видели действительно так. Почему так решили? По реакции вашей... И дальше есть вопросы. Начав интервью с заведомо негативного вопроса, журналист не особо напоминает Черчесову о состоянии, в котором он находится сейчас, либо был совсем недавно. Особенно сильно это связано с воспоминаниями о критике, ошибках, скепсисе и проигрыше сборной России. В итоге воспоминания об аффективном переживании стрессовой ситуации активизируют накопленные аффективные следы, пробуждая привычные реакции и манеру поведения при негативных эмоциях, что создает новые цепочки и приводит к проявлению гнева. Во время стрессовой ситуации, в том числе гнева, вырабатывается такой гормон, как норадреналин. Норадреналин, как и адреналин, приводит организм в состояние боевой готовности. Сужение сосудов, учащение дыхания и частота сердечных сокращений вкупе с активизацией иммунной системы. Это реакция, которая проявляется для того, чтобы нейтрализовать угрозу. В коммуникации это производит примерно такой же эффект. Человек в состоянии агрессии будет пытаться напасть либо защитить себя вербально. При выработке этого гормона можно заметить активизацию центральной нервной системы, что проявляется в высокой двигательной активности. Выброс норадреналина провоцирует у людей внезапные вспышки агрессии, что, собственно, мы и наблюдаем в подобных ситуациях. В случаях же Черчесова нужно отметить, что норадреналин активно вырабатывался на протяжении всего матча, и любая порция негатива после этого может спровоцировать эффект еще сильнее. Конечно, следует учитывать еще тот факт, что у Санислава проявляется эпилептоидный тип личности. Этот факт не так однозначно, потому что существует не так много материалов, с помощью которых мы могли бы рассмотреть эту личность с разных его сторон. Тем не менее, вывод все-таки можно сделать на основе некоторых важных критериев. Во-первых, хорошие тренера обладают такой акцентуацией характера, так как в футболе нужны порядок, организованность и дисциплина, что является сильной стороной таких людей. Во-вторых, если мы обратимся к базовой эмоции, то нетрудно заметить, что это гнев. Это можно отметить не только потому, что он проявляет ее во время игры. Нет, это достаточно рядовая ситуация среди тренеров. Мы же оценим его черепно-лицевой профиль. Эмоции имеют свойство отпечатываться на лице человека с возрастом. Это не подвластно ни силе воли, ни сознанию. Это происходит непроизвольно. Соответственно, расположение морщин на лице может многое рассказать о человеке. Когда человек думает о чем-то, у него непроизвольно задействуются лицевые мышцы, ответственность за эмоции, которые он испытывает в данный момент. Особенно это касается эмоций гнева, так как при ней задействуются почти все лицевые мышцы. Гнев отражается в очертаниях лица, свезенных бровях и слегка опущенных уголках рта. Но это совершенно не значит, что человек не может испытывать в других эмоциях. Просто конкретно эта эмоция проявляется чаще и становится его базовой. Также люди, которые обладают эпилептоидным типом личности, имеют свойство контролировать и накапливать себе эмоции. Даже при общении они могут их выражать не так активно, как другие. Поэтому их бывает практически незаметно. И вполне логично, что после накопления эмоций их нужно куда-то выплеснуть. Это может проявиться как физически, так и вербально. Естественно, зависит от индивидуальности человека. Подобный контроль и накопление мы можем заметить у Черчесова в момент, когда сборной России забивают гол. Невербально это проявляется в поджатии губ и низкой активности тела. Разницу между восприятием ситуации двумя людьми мы можем увидеть, когда другой человек реагирует достаточно ярко и выражает значительно больше степени своей эмоции. Давайте подробнее рассмотрим реакцию на вопросы журналистов, которые стимулируют выработку норадреналина и провоцируют стрессовую ситуацию. Реакция на негативные моменты, которые особенно остро воспринимаются Черчесовым, связаны с неправильным подходом к обсуждению данной темы и к формулировке вопросов, как, например, можно заметить здесь и увидеть соответствующую реакцию с Лениславом. Человек, которого больше всего критиковали перед стартом этого чемпионата мира, хотелось выйти с мыслью и так, «Ребят, вот все, что про нас думали, посмотрите сейчас на поле». Где несколько раз появляется в микровыражении отвращение, а частые вздохи иллюстрируют стресс. Но как взаимодействовать с человеком в подобной ситуации? Более подкованные журналисты на своем примере показывают, как можно без труда расположить к себе с Лениславом. В первую очередь, чем можно быть довольным после такой игры? Какие позитивные моменты? Давайте попытаемся отыщем. Ну, позитивный момент тот, что второй тайм играет. Здесь журналист просит рассказать о позитивных моментах, что неосознанно настраивает подсознание тренера положительное русло и уводит его от возможного стресса. Здесь, несмотря на недавнее плохое вступление, журналист переходит к разговору о позитивных вещах, одобряя игру сборной. Черчесов уже становится более разговорчивым, напряжение немного спадает. В данный момент ему важно получить именно позитивные эмоции, положительные комментарии и уйти от стрессовой темы. Поддержки трибун довольны? Не сказалось ли это? Ну, поддержкой мы довольны. Дело в том, что... Здесь вопрос нейтральный. Даже есть положительная деталь о хорошей поддержке трибун. На такие вопросы Черчесов отвечает спокойно и даже позитивно. Сказали, что вы как дембеля сейчас себя чувствуете. Но мы знаем, что в армии есть концепция мужества. Бывает, может быть, там незрелость у солдаток, надо было потренировать еще. Как вы считаете, через четыре года в следующем чемпионате мира вы сможете выйти на такой же уровень, до которого вы дошли сейчас? Ну, видимо... Спрашивают о будущем, используют слова оппонента. Смягчают, сравнивая с армией, говоря о том, что есть недоработки. Нужно еще тренироваться. В итоге Черчесов не испытывает гнева, так как ассоциация с низким уровнем команды и проигрышем минимальна. Зная эту информацию, как можно ее использовать? Ну, во-первых, необходимо выявить мотивацию человека путем наблюдения за тем, как он реагирует на те или иные ситуации, какие эмоции проявляет, какой у него психотип, чтобы спрогнозировать поведение в различных ситуациях, подобрать нужный момент и зайти издалека. Безусловно, стоит начать с положительной ноты, это убедиться, что человек не находится в состоянии агрессии, и расположить его к себе. И так как мы знаем, что норадреналин вырабатывается из-за стресса еще больше, необходимо его снизить, разрядив обстановку, сделав ее спокойнее и нейтральнее. Если ваша задача наладить коммуникацию и получить конкретный ответ на вопрос, то начните с простых и нейтральных вопросов. Скажите что-нибудь положительное о той ситуации, о которой хотите поговорить. Например, когда журналисты отметили игру команды и поддержку трибун, несмотря на проигрыш команды, это помогло расслабить Черчесова, а журналисты получили ответы на свои вопросы. Не обсуждайте с человеком ситуацию, которая вызвала у него гнев или агрессию, когда эмоции еще остаются на пределе и напряжение еще не спало. Если мы имеем дело с человеком, который накопил и сдерживает себе негативные эмоции, то необходимо вести беседу в более положительном и нейтральном ключе. И если вам все-таки нужно задать вопрос, который потенциально является для человека стрессом, то сделать это необходимо лучше к концу беседы. При этом, чтобы воспринималось лучше, попробуйте смягчить их, используя выражения и привычные фразы, которые использует собеседник, чтобы быть с ним на одной волне. А также, чтобы лучше подать ваш вопрос, избегайте субъективной оценки уже принятых решений человека, особенно когда он находится в агрессивном состоянии. Не подрывайте его статус и авторитет, иначе он будет пытаться себя агрессивно защитить. Напишите в комментарии, а легко ли вас разозлить? Как вы справляетесь с подобными вспышками гнева, и можно ли к вам найти в этой ситуации подход, чтобы расположить себя? Думаю, многим это было бы интересно почитать, кто интересуется данной темой, в том числе и мне. А на сегодня у меня все. Чтобы получать больше полезной и интересной информации по профайлингу, то подписывайтесь на мой инстаграм, группу и страницу ВКонтакте, и следите за нами во всех социальных сетях. Следите за людьми и не оставайтесь в руках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok